В Иркутске наступила зима Идет снег крупными хлопьями Вот так сразу из лета в зиму, осени не было Это многострадальная площадь декабристов в Иркутске из моего окна Эту картинку я наблюдаю около 20 лет И явления природы бывают здесь самые разные Этой площади я посвятил целый альбом Где почти каждый месяц снимаю динамику ее изменения Наверное, как-нибудь про нее расскажу подробнее Здесь есть о чем рассказывать Вот, например, знаменитый памятник воинам-интернационалистам Про который я уже не раз рассказывал Вот этот вот столб из фальшивого гранита Или вот этот задний фасад банка Это задний фасад, потому что, обратите внимание На площадь выходит вот этот вот задний Какая-то дверь А вот тот фасад, который слева, он является главным У наших архитекторов не хватило ума Даже как-то хоть этот типовой, видимо, проект, что ли Как-то его облагородить и сделать, ну, выходящим на площадь Сделать его не боковым или задним А как-то его сделать иначе Ну, короче, площадь очень интересная Включая вот стилистику вот этих вот прибалтийских шпилей Или кремлевских, не знаю Ну, тут много чего Или вот это вот несуразное дизайнерское произведение Танционный банк России, который сегодня ограбил всех россиян Построив себе вот такое вот Ну, одно из самых, наверное, понтовых зданий Криво-косых понтовых зданий в городе Иркутске Вот с тем вот набалдашником Вот видите, вот этот рекламный набалдашник Про него я говорил, что если... Это же, в общем-то, раз, два, три Ну, нормальный четырехэтажный домик такой, да Но для того, чтобы выпендриться и как бы визуально увеличить Еще больше сделать, еще понтовее сделать Значит, это здание, то есть увеличить его якобы еще на три этажа Вот, и мы сделали вот такую рекламную бандуру наверху Она не играет никакой функции абсолютно Ну, если не считать вот эту вот рекламу понтовость Это вот если бы за функцию считать, то это функция, да А вообще, это чистое такое вот даже не украшательство Это формализм отрицательный И, собственно, я хотел бы предложить хозяевам этого самого здания Ну, вы остеклите там вот эти проемы У вас же еще там огромное количество площадей прибавится Но у них денег много, и они могут себе позволить Себе вот эту вот дорогущую конструкцию поставить В то время как нормальная архитектура, честная архитектура Она, конечно, не терпит всех излишеств Это чисто дизайнерские приемы И, в общем-то, вся архитектура современная Не знаю, как где, а в Иркутске Она вот насыщена вот такими понтовыми излишествами Вот там вот, видно, не видно Дворец бракосочетаний должен быть где-то А, мы его не видим отсюда Про него я уже рассказывал А вот это, кстати говоря, знаменитый Павловский дворец профсоюзов Делал архитектор Павлов Но вот эти все плоские кровли Которые совершенно не функциональны для Иркутска Эти плоские кровли, они функциональны для пустыни Где нет дождей и нет снега Но вот эта мода, которая была в свое время Она до сих пор продолжается Делать вот эти плоские кровли Они не функциональны И на них ложится снег, на них дождь Если где-нибудь у арабов там, в юге, где нет дождей абсолютных Тем более снега Эти кровли, ну, оправданы и понятны То для Сибири со снегопадами, с обильным снегом зимой на крышах Эти плоские кровли инородны и глупы Ну вот мода заставляет, мода заставляет, заставила Насмотрелись они тогда, начитались Корбюзье, да Который, в общем-то, предложил делать эти кровли В том числе и в Европе Но не надо забывать, что Корбюзье предлагал эти кровли делать функционально оправданными То есть располагать на них вторые, третьи уровни городской среды Вот для чего делались плоские кровли В начале, в середине прошлого века Ле Корбюзье для того, чтобы на этих кровлях Он рисовал сады, он рисовал там кафе какие-то Ну то есть они становились еще одной площадкой городской И тогда понятно наличие этих плоских кровель А сейчас вот подумайте, что будет с ними, когда их завалит Во-первых, зальет водой, а потом завалит снегом Но они протекают Их приходится дополнительно очень сильно гидроизолировать И так далее Но мода есть мода Более того, вот эти плоские кровли Они ведь уничтожают нормальную тектонику Дело в том, что здание-то обрезано Вот идет первый этаж, второй, третий, четвертый Они все одинаковые Это ненормально Вот для архитектуры это ненормально Все одинаковые этажи Ну как для человека У него есть разные уровни Уровень там колен, пояса, грудь, шея, голова Как для природы, где дерево Имеет ствол ниже, шире Потом он разветвляется Ну то есть все естественно В пространстве имеет свои уровни Наша же архитектура вот эта вот Она примитивна И поэтому таких уровней, как в природе, не имеет И один этаж не отличается от другого Поэтому я называю эти здания коробами Но это же коробка Поделенная там едва заметно Вот на эти вот этажи В то время как Вспомните, опять же, классическую архитектуру Ну не классическую, традиционную В этом доме, может быть, это можно еще как-то заметить Все-таки первый этаж отделен Понятно, что он находится на земле И у него одна функция Второй этаж, так сказать, барский Он был жилым Третий этаж, это был чердачный И так далее То есть у каждого этажа есть свои назначения У нас назначений для этих этажей нет Курятник Нет, 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 не курятник Даже у курятника на насесте Там у кур разные Разная иерархия, да А вот Или муравейник Тоже не подходит Хотел обозвать слово муравейник Но муравейник ведь не подходит Потому что У муравьев тоже там Очень четкая В их муравейнике иерархия По этажам разделена И муравейник тоже Даже если внешне смотреть Он тоже не одинаков И только у людей У роботов Сидящих вот в этих коробках Я не знаю Как это обозвать-то даже Я даже не хочу сотами назвать Пчелиными Вот это механическое Вот этот пересчет Раз, два, три, четыре, пять И там везде живут одинаковые человечки Ну да, наверное, архитектура Где выявлена иерархия Там первого этажа Второго, третьего Где на первом этаже Это, как правило, функциональный этаж Там что-то Магазины или еще что-то Второй этаж Там жили Хозяева В цокольном полуподвальном этаже Жили, ну, прислуга И так далее Все это было логически поделено Сейчас, можно сказать, демократия Она не делит Но деление должно быть не по демократическим принципам А по принципам функциональности Вот, ну, поскольку вот эти дома Ну, может быть, сказать честно-то Они действительно функционально правильно поделены Потому что функции у всех этажей одинаковые Там живут абсолютно одинаковые люди Это прискользно Поэтому, с этой точки зрения Вот этот дом, который справа Вот этими, с этими смешными куполочками Видите, да? Вот эти купола Это, ну, может быть, попытка Все-таки вот такую функциональность Этажности дому придать Но, с другой стороны, у него есть другая проблема А при чем здесь вот эти вот купола? Вот две крайности Плоская кровля, да? Здесь, которая характерна для архитектуры Экваториальной Африки, скажем так, да? Там у них нету дождей Они строят свои там глинобитные, саманные Еще какие-то, я не знаю, дома И перекрывают их как-то там И у них нету такой кровли Которая была бы дорогая плюс ко всему Вот А вот на севере В Прибалтике Очень высокие вот такие скатные кровли Они, да, они у них высокие скатные И вот угол ската вот этого вот кровельного Он ведь не с потолка берется А вычисляется с помощью разной влажности в регионе То есть, обратите внимание Чем дальше на север То есть туда, например, в дождливую Прибалтику Тем у них выше скат Круче Правильно? Для того Там, где больше дождей Там нужна скатная кровля И чем больше дождей Тем более крутым должен быть этот скат Это определяется многими факторами И экономичностью И условиями эксплуатации этой кровли Чем круче скат Тем лучше скатывается по нему дождь Тем меньше вероятность того Что эта крыша будет протекать Видите, как все логически завязано в архитектуре Даже угол ската кровли Он определен не прихотью архитектора Не его капризом Как говорится, чтобы было красиво Как они говорят, да А функцией И вот если здание функционально Сто процентно отвечает Своему назначению, месту Природным условиям Экономическим условиям Тем материалам Местным материалам, которые здесь есть Как это было с деревянной архитектурой Которая стопроцентно Почему она прекрасна Почему она красива Почему наши деревянные домики Шедевры Да потому что они стопроцентно Отвечали всем потребностям Того времени Того населения Того региона Той погоды Да, той природы и погоды Это были домики с подвалами Которые подвалы защищали Полуподвалы, цоколи Которые были и хранилищем зимним И летним, да С этими ледниками И в то же время были как бы Преграды от холодной земли К полу Жилого помещения Вот для чего нужен полуподвал Цокольный этаж И были чердаки Которые были естественным утеплением Квартиры сверху И вот чердачные помещения Они Образуют Двойную функциональную пользу То есть Это образуется скат Вот здесь вот мы видим Можем видеть Вот частично Вот Такой скатной кровли Да Больше-то ее вот здесь На площади декабристов и нету Поэтому Скатная кровля Она естественна для Нашего климата Для нашего города И вот обратите внимание Что произошло с домом Павлова Павлов тоже был Приверженцем Западной Евроархитектуры И тоже Городил свои Постройки С плоской кровлей Вот видите Вот эта вот часть Вот она Плоская кровля Но Жизнь заставила Жизнь заставила И потом уже После того как он уехал Так сказать Авторство его Было Ну Ослаблено Хотя он наверное Сопротивлялся Ему на крышу Вот этих вот Его зданий Сделали Видите что Ну нормальную Да Нормальную Скатную кровлю Это уже последующая Пристройка Но она функциональна Она оправдана Потому что Ну людям надоело Вообще С пола Подтирать Протекающий Из Плоских кровель Воду Эти вот Плоские кровли Они же требуют Обратите внимание Невероятной Гидроизоляции Вот этих Водооттоков Которые вот Декоративные Вот эти вот Торчат То есть Вода-то По сути дела Плоская кровля Для Воды Является Бассейном Ведь сюда Вот в это место Сейчас Навалит снега Потом этот снег Растает И потом Вся эта вода Превратит Эту кровлю В бассейн И как вы думаете Какая должна быть Мощная гидроизоляция Чтобы выдержать Огромное количество Воды и снега На плоскости Да Это 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 очень трудно Но Ухитряются Строители ухитряются Покрывают это все Каким-то там Специальными Мастиками Замазывают Бетоном И так далее Есть уже Отработанные технологии Но они же дорогие А теперь Обратите внимание Сколько стоит Вот такая скатная Я ее назову Понтовая кровля Да Вот такая вот Которая По своей природе Должна протекать И вот Относительно Недорогая Нормальная Скатная кровля Которая Пристроена Все-таки Ну сейчас Сделали из этого Вот такой барак Кровлю сделали Ну Убогую Но по крайней мере Она убогая Но она честная Для нашего климата И вот Сегодняшняя погода Она хорошо Демонстрирует Вам вот Всю глупость Такой архитектуры И так далее Таких примеров Невероятно много И вот эта вот Площадь декабристов Я может быть Еще вернусь к ней Вот эта вот Площадь декабристов Вот здесь у нас Под ногами А вот там вот Дальше Это площадь Конституции Это две площади Это полностью Вот Я смотрю на них В течение 20 лет На ее застройку На их застройку На то Что здесь происходит И для меня Они являются Примером Бездумности Бездарности Иркутской архитектуры Здесь можно брать Любое сооружение В этом Так называемом Ансамбле Вот например Построили нам Странное Сооружение Этот самый Звездный А за звездным Стоит еще более Странное сооружение Такого кремлевского вида Это такая стилизация Опять же Видите С куполами Как вы думаете Что эти купола Обозначают Шпили Шпили Такие Ну во первых Я уже объяснил Что они неестественны Для нашего климата Вот С таким огромным Скатом Вот И Согласитесь Это же Прибалтика Ну вот кому-то Захотелось Заказчику И Угодливому Архитектору Захотелось Вот такой Кремлевский Там даже стена Если мы ее потом Посмотрим Подойдем ближе Там даже Ограда сделана В форме Кремлевской стены Ну вот Захотелось им Кремль иметь В центре Иркутска Видимо так И они начали повторять Вот эти Кремлевские Башни Объяснение Функционального Объяснения Вот этим Шпилем Нету Они Это излишества Внутри Ничего нету Они пустые Вот этот Материал Который пошел На их изготовление Это выброшенные Деньги И вот И вот эта Площадь Наша Изобилует Такими Излишествами В виде Вот этого Кремлевского Шпиля Ну а Кремль Материал Ноль Сам Этот участок Вот этот Так называемый Ансамбль Который Ансамблем Естественно Назвать Очень сложно То есть Это Ну все Это Разнохарактерно Разномастно Вот этот дом Видите Построен В одном Стиле Условно Называемым Средневеково Прибалтийским А вот Это Стиль Какого-то Неоконструктивизма Да Там Стиль Ну не знаю Это Совковая Такая Городская Жилая Застройка Когда Строили В стиле Так называемого Хрущевского Баракка Ну вот Эти Помните Многоэтажки Серые Одинаковые С Убогой Архитектурой Собственно И сейчас Видите Строят Такой Упрощенный Вариант Жилой Застройки Вот это Кремлевский Стиль Да Явно А Звездный Построен Тоже Ну я Не берусь Определить Этот стиль Там стекло Сплошное Какое-то Загнутое Ну не знаю Я что это Тоже Какой-то Неоконструктивизм Там С попытками Хай-тека Что ли Вот видите Вот внизу Вот это Вот все Павлов 30 лет Назад Вот это Вот строил Вот В таком Евро стиле Я бы его Назвал Да Вот это Вот это Павловское Здание И вот И вот там Очень жалко Что мы Не видим Еще Слева Вот за этим Углом дома Находится Дворец Бракосочетания Но я про него Рассказывал В другом виде Там вот Находится Бассейн Здесь Евродизайн Я назову Я назову Наверное Пенсионный фонд Кривокосой Там вот Если Его посмотреть Со всех сторон То у него Очень странные Какие-то Выступы Какие-то Округлости Непонятные Вот это Вот игра С геометрическими Примитивами Видите Цилиндр Врезанный В кубический Такой Объем Да А к нему Приделан Вот такой А там вот Вот этого Не видно Там косая Какая-то Памдус Какой-то Косой С какими-то Руглыми Ну короче говоря Это вот Другой Совсем Стиль Нежели То что мы Видим Слева Нежели Видим Вот здесь Посредине Нежели То что мы Видим Там вот На фоне И нежели Павлов Вот это Все делалось Вот вам Ансамблевая Несуразность Скажем Вот вам Отсутствие Собственного Языка Для города Иркутска О котором Я и говорил В принципе Из-за того Что архитекторы Не следуют Традициям Не учитывают Вот этот Снегопад Который Мы сейчас Наблюдаем Да Городят Что-то Модное Журнальное Как например Вот эти Плоские Кровли Абсолютно Нехарактерные И не иркутские Да Они совершенно Нехарактерные Не иркутские Европлоские Крыши Вот Из-за всего Этого И еще много Чего я сейчас Не успел Рассказать Это Площадь И вообще Вся Иркутская Архитектура Ну мягко Выражаясь Я не хочу Сегодня с утра Быть Резким Вызывает Ну что Вызывает Ну вот Насмешку И удивление И недоумение Это я в окошке Ну вот Такая красота Видна у нас Из моего окна Я наблюдаю Эту площадь На протяжении Уже 20 лет Как она строится Как она застраивается А сегодня Я вот Своё окошко Наблюдаю Выглядывая Из окошечка Сегодня Четверг 13 число Сентября 13 сентября 2018 года В Иркутске Снегопад В Иркутске Наступила зима Это вот Рама моего Старого Старого Большого Окна Я уж не знаю Доведется ли мне Когда-нибудь Ремонтировать Ну Это надо Подвигнуться На это Все-таки Эти рамы Фрамуги Надо будет Вытаскивать Ремонтировать Я в общем-то Не потяну Это финансово Но это все Снаружи Да Так выглядит А вот То что Напротив меня Та площадь Я о ней Как мог Вот сегодня Так вот Быстренько Рассказал Хотя Она достойна Более серьезного Рассказа Это вот Сюда надо Приводить Студентов Архитекторов И вот Буквально По каждому Домику Буквально По каждому Зданию Буквально По каждой Тропинке Сегодня Вот Благоустроенной Заново Благоустроенной Вон той Площади Конституции Такой Совершенно Распильный На мой взгляд Проект Там Отдельно Про площадь Конституции И ее Благоустройство Я уже Начинал Рассказывать И там Еще Немерено О чем Можно Говорить Это И скамейки Это И урны Огромные Баки Мусорные И Ну Много Там Короче Говоря Вот Приводить Надо сюда Студентов Архитекторов Дизайнеров И Рассказывать Им Как Не надо Строить Какой Не должна Быть Архитектура И архитектурный Дизайн Потому Что Вот Все Куда Пальцем Не Ткни Все Здесь Вызывает Вот У меня У человека Ну Невеликих Знаний Может быть Но Учившегося Более Менее Нормальной Архитектурной Школе Я Неплохо Учился Но Тоже Не был Там Прямо Супер Таким Отличником И То И То У меня У Архитектора Как Более Менее Нормальной Советской Школы Которая Успела Захватить Более Менее Нормальную Классическую Архитектурную Школу И Есть Свои Теории Есть Своё Понимание Как я Уже Говорил Тектоники Понимание Сути Проектирования Логики Проектирования Она Есть Логика Проектирования Она Есть От неё Никуда Не Денешься Все Все Должны Знать Что Если Делается Лестница Вот С Таким Уклоном Она Делается Потому То И Потому То Если Делается Тротуар Вот Такой Шириной То Он Тоже Обусловлен Функцией Он Обусловлен Нормами Он Обусловлен Ну Многим Все Это На Сегодняшний День Все Это Нарушено Все Это Попрано Или Говоря Русским Литературным Языком Потерено Ну И Кстати Сразу Экскурс Русский Язык Как Бы Это Слово Не Звучало Неблагозвучно Вот Для Меня Многие Там Чего Так Вот А Обижаются Ну Вообще Хер Это Буква Русского Языка Это Крест Вот По сути Дела Похерить Это Поставить Крест Вот Поставить Крест Буква Хер Называется И Поэтому Собственно Как Бы Это Не Было Созвучено Общеизвестному Матерному Слову Это Совсем Другое Это Литературное Слово То Же Самое Послать Извините Меня Вот На Хер Это То есть Послать На Крест Это На Смерть Послать Ну И тут Мы Переходим На Тему Религии И Крест Креста Почему В Христианстве Крест То есть Хер Стал Символом И Символом Ой Это Отдельная Больная Тема Я Даже Трогать Не Буду Но Так Вот Получается Что Крест То Бишь Хер То Место На Котором Казнили Христианского Бога Стал Почитаем По Проделенного Рода Людей Но Это Им Надо Ответить На Это А Я Это Заканчиваю Свою Так Сказать Утреннее Эссе Архитектурное Тем Что Все Не Так Просто Все Имеет Свою Подоснову Свою Этимологию В том Числе Имеет Свою Логику Конструктивную Композиционную Логику Имеет Архитектура Любой Памятник Любой Дизайн И даже Такие Слова Как Вот Мы употребляем Которые Не очень Благозвучно Звучат На этом Заканчиваю Всего Всего Доброго И так Вперед В зиму Берите Лыжи Пошли Кататься До свидания